алё мария привет тиса fm и аристократы доброго дня мария расскажи пожалуйста что это был за флешмоб и как вам удалось победить в нем в прошлом году насколько я помню вы полулегально протащили бутылку текилы кстати тудор тоже из нее при я чемпион не это ты из той призовой бутылки тоже хлебнул точно расскажи пожалуйста об этом флешмобе потому что это был один из наших призов за победу в конкурсе конкурс большой он длится в прошлом году было полтора месяца в этом году чуть больше месяца там около сотни заданий в разные сложности попасть 100 подкастов это всего лишь одно из заданий да но это одно из самых сложных мы какой по счету подкаст будем невозможное и вот за невозможное здание дают больше всего балла в прошлом году например одним из таких заданий было собрать 169 зонтиков и развесить их на улице и какая улица пострадала скверк скопы у нас на пересечке это имеется ввиду граница да 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 и не принимать участие или наоборот или посмотрите кого-то идею как выполнить какое-то сложное задание которое ты не придумал какое самое простое задание вы выполнили уже самое простое там надо было рассказать историю о поездке на фестиваль сидит в твиттере при помощи смайликов а сколько в команде человек может быть максимум 4 человека но в принципе помогать может какое угодно количество людей то есть вот кстати одно из заданий в этом году это 100 человек в одинаковом фестивальном каком-то наряде должны станцевать танец под гимн этого года не проще ли потратить 200 берега не понимаете дело даже не сколько это такой огромный азарт и адреналин я понимаю зоны комфорта ты не боишься ничего ты не боишься писать диджей на радио творчество к ним в прямой эфир утреннее шоу идет вперед и продолжает по крайней мере стараться делать так чтобы у людей что-то получалось в жизни по крайней мере какие-то маленькие маленькие чудеса случались у нас гостях мария маховая я так понимаю что попасть в утреннее шоу или просто в подкасту которая уже есть 100 плюс больше чем 100 выходов это была прям цель и это было нужно сделать в какие-то сроки вот только зачем не пойму да это одно из заданий большой конкурса от сегет который называется mission citizen этот конкурс проходит уже четвертый или пятый год подряд каждый год апрель май полностью посвящаются выполнение безумных разных заданий которые придумывает команда фестиваля и в этом году мы участвуем я и моя команда участвуем в этом конкурсе уже во второй раз в прошлом году мы вошли в тройку победителей в этом году планируем повторить этот результат и до попасть в подкаст это одно из заданий из категории impossible за которые дают больше всего баллов почему impossible что тут мне кажется что ты идешь по киеву тебя что не поворот то прям прямой эфир подкастами то но последнее время мне тоже так кажется потому что очень уже часто приходит приходилось выходить в эфир родилась да приходилось ну допустим в категории impossible задание действительно сложное которое требует либо же каких-то знакомств либо же ресурсов кто у вас знакомый на радио ну теперь вы теперь у вас блат поздравляю теперь у нас есть блат на аристократах в этом году допустим одно из заданий это из 30 машин не игрушечных настоящих выложить слово сигет это вот такое из настоящих машин из настоящих игрушечная не защита в прошлом году одно из заданий это было найти 169 зонтиков и развесить их на улице вот по иронии судьбы как только мы развесили все наши 173 зонта пошел невероятные силы ливень мы конечно же не промокли но зонты потом пришлось отмывать еще две недели как сложно было попасть я ничего не знаю никаких подробностей не знаю как сложно было попасть в утреннее шоу мне хочется знать как сложно это сделать вы знаете не так уж сложно взятки взятки вообще по какому-то не знаю респекту то есть я просто написала на почту и мне ответили давайте приходите к нам класс мы любим безумных людей а что еще такого безумного было я видела что там вы что-то написали про классический оркестр а мы просто очень любим классическую музыку вы что собрали классический оркестр да это было одно из заданий тоже из категории невозможных в прошлом году собрать классический симфонический оркестр минимум из 20 человек со всеми полагающимися секциями там струнные медные духовые все вот эти вот секции и чтобы он сыграл то есть не просто собрать оркестр он должен сыграть гимн фестиваль этого года то есть мы там что это был за гимн у это был такой себе попсовый гимн то есть ничего как бы выдающегося там не было но в исполнении оркестра он звучал за играл торжественно где где вы нашли оркестр оркестр мы нашли в глиерам в этом году мы опять же к ним обратились потому что на этот раз задание собрать джазовый оркестр продать можно поменьше там семь человек максимум соревнуются команды в этом конкурсе да да для участия в конкурсе надо регистрировать команду в которой должно быть максимум четыре человека но количество помощников в принципе не ограничено эти команды выполняют задания за которые они получают баллы и там за каждое количество баллов набранных есть какой-то приз главный приз это проживание во время фестиваля проживание в человеческих условиях то есть не в палатках вы живете в таких меблированных домиках с холодильником с кроватками с также что там в грязи валяться но можно выходить валяться да можно выходить валяться а потом идти в душ без очереди очень удобно и команды побеждать по тому количеству очков которые набирают данные задания сколько команд участвует где-то около сотни уже около сотни можно туда еще какую-то команду мы может тоже отправим команду какой-то уже нет до конца конкурса осталось две недели просто очень интенсивно провести эти две недели ну по опыту скажу что за две недели нереально сделать все задания потому что их около сотни и они это 100 заданий 100 заданий вот вы нам рассказали там 5-6 что и что можно придумать на 100 заданий у них есть специальные категории то есть был жертвенный алтарь но я представляю что еще может быть если очень много заданий связаны с тем чтобы нарисовать логотип сигита или выложить его например из крышечек бутылок либо же вот например в этом году надо собрать пазл на 2000 кусочков перевернуть и на обратной стороне нарисовать логотип сигита потом его разобрать и кому-то подарить вот поэтому последние последнюю неделю каждый вечер на все наша команда собираться у нас дома и до глубокой ночи собирает этот пазл ну что прекрасная маркетинговая идея для от команды сигит в общем-то я продажи пазлов зонтов я желаю вашей команды победы спасибо что это за уточка у вас это наша уточка это наш талисман у каждой команды должен быть свой талисман который должен присутствовать на всех отчетных фотографиях и видео в этом конкурсе записала видео да да я вот как раз записываю сейчас видео как называется ваша команда наша команда называется динджерс уитнеса с либо же среди верные там там одни девочки на имбиря имбиря нет там две парочки две парочки и парочки да вот кстати насчет команд вы говорили сегодня про командную работу и этот конкурс он действительно требует очень слаженной работы команды потому что работы много она совершенно разноплановая и очень важно использовать правильно и время которое у вас есть ресурсы которые у вас есть какие-то навыки возможности кто-то рисует кто-то танцует я вот в прошлом году например одно из заданий было станцевать один танец в ста разных местах и весь свой отпуск в голландии бельгии я протанцевала звучит отлично вы поедете потом на зиге да конечно даже если не выиграете но у нас билеты уже куплены все понятно они просто дают проживание не да не дают проживание очень много алкоголя кстати что позволяет на сегите уже найти много так что будете на сегите заходите в ваши домики имбрированные желаем победы и хорошие результаты маша маховой команде свидетелей имбиря спасибо пришлите нам потом открытку какую-то да открытку из будапешта будем ждать от вас обязательно если 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 вы играете даже если не вы играете когда там сидит проходит то там выступает кто-то познает помнит в августе он проходит 9 по 16 там из хайлайнера в этом году касабиан пинг этого достаточно в принципе касабиан достаточно можно ехать прям достать но себе подарили этому миру новый альбом потому что то есть старого послушаем давай баба был бебал давайте да давайте супер